Хик эст либер генератионис Адам, ин дие ква кряви деус хоменам, от симилитудинам де фекет илум. Вот есть книга генератионис, видимо, происхождение рода Адама. В день, в который создал крявит бог деус, кого? Человека. Он создал его, фекет илум, к подобию божьему, то есть сделал его подобного богу. Создал мужчину и женщину, их, то есть он создал их в качестве мужчины и женщины, и благословил Бенедикса Иллис в дативе нестремения, и дал имя им, почему-то имя им, а не ему только, и назвал их, дал им имя Адам, в тот день, в который создал их. Точнее, в тот день, в который они были созданы. Ин дие ква креати сунт. Виксит аут им Адам, кентум тригинта анис, от генует, от симилитудинам, от имагинам сумм, ву кавит кве номен эю сет. Или как сиф, да, называть. Адам же прожил, сколько лет, 130 лет, и родил, породил генует по подобию и образу своему, ну, сына, видимо, и назвал, и дал ему имя сиф, или сет, или шет. И после того, как он родил сета, шета, сета, Адам, факти сунт дие, прошло сколько-то дней, сколько дней, а, то есть Адаму было столько-то лет, а сколько лет? 800 лет. То есть, когда Адам породил вот этого сета, самому Адаму было 800 лет. И родил, породил он и филиус от филиес, то есть он породил и сыновей, и дочерей. И в целости время, в течение которого прожил Адам, составило 930 лет. И после этого Мортус эст, и после этого он умер. То есть в сумме Адам прожил 930 лет и умер. Виксит квоквэ сет, кентум квинквэ анус генуэтэнус. Сет, или шет, прожил уже 105 лет и родил Эно. Эно, Эноша. Эноша. Седьмой стих. Виксит квэ сет, посквам генуэтэнус, октигентис септэманис, генуэтквэ филиус и филиус. И сет прожил... После того, как он породил Эно... После того, как родился Энош, он прожил 807 лет, октигентис септэм, и тоже породил и сыновей, и дочерей. Почему-то их имена не упоминаются. Только один Энош. Энош упоминается. Эт фактис сонт омнэс диэ сет, нон генторум додочим, додочим, додоким, анорам энт мортус эст. И все в целом прошло, если мы считаем, дни сета 912 лет. И после этого мортус эст опять. Они же все смертные теперь. И он умер после 912 лет. Девятый стих. Прожил же Энош 90 лет и родил, прородил в 90 лет. Какой молодец. Кайна. Нет, не Кайна. 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 Да. Так, десятый стих. Стих. После рождения которого, он прожил еще получается 815 лет и породил опять же сыновей и дочерей. Одиннадцатый стих. По актикве сонт омнэс диэ сенос нон генторум квинквонорум энт мортус эст. В сумме прожил энуш 815 лет и умер. Эт мортус эст тоже умер. Девятнадцатый стих. Вексит. Вексит. Кайна. И кокки кайнан септуагинта. Эт геннет малахи лехель. Кайнан вот этот прожил 70 лет и родил малахи лехеля. Тринадцатый стих. Эт вексит. Кайнан. И Кайнан этот прожил после того, как он породил Малахиля. Сколько он прожил? 840 лет. И тоже породил, оставил сыновей и дочерей. 14-й. Это факт, что он тоже умер. А в сумме Кайнан прожил 910 лет. 15-й стих. Вексит аута Малахиль сексагинта квинкранус от генуит и арет. Малахиль прожил 605 лет и породил и арета. 16-й стих. Эт вексит Малахиль постком генуит и арет, октигент и стригинта анис, генуит филиус и филиус. Значит, после того, как постком породил и арета, Малахиль прожил, сколько получается лет? 830 лет. И снова тоже, в свою очередь, породил генуит филиус и филиус, сыновей и дочерей. Эт факт, и сунтом нас диас Малахиль, октигент и нонангинта квинкранус от генуит и арет. Значит, в сумме дней жизни у Малахиля было сколько? 890 лет. И он тоже умер. Эт мортус эст. 18-й стих. Ярит прожил 162 года и породил Энаха. 19-й стих. Эт вексит и арет, октигент и стих. Я сразу 20-й прочитаю стих. Эт фактис он том нас диас Ярит, нонгентис хсагинта дуа, а не эт мортус эст. Значит, после рождения Энуха Ярит прожил 800 лет. Как-то ровно он пожил, да? И породил тоже сыновей и дочерей. И всего сколько дней было у Ярита в жизни? Если в годах считать дни. 962 года. Нонгентис хсагинта дуа, и он тоже умер. 21-й стих. Поро Энух вексит сексагинта кинкаанис от геновит Матхусаном. Поро – это потом. А затем Энах прожил 75, получается, 65 лет и породил Матхусала. Матхусаю, наверное. 22-й. Энт абулавит Энух кумдео постом геновит Матхусалом. Трикентис анис от геновит Матхусалом. И гулял буквально Энах с Богом, после того, как породил Матхусалила. Сколько он гулял? Красивое выражение. 300 лет и породил сыновей и дочерей. 23-й стих. Эт фактисунт омнес диэс Энух трикентис сексагинта кинкааня. Всего, если считать в годах, сколько было дней в жизни Энуха? Трикентис сексагинта кинка. 365 лет он прожил. 24-й стих. Амбулавит кве кумдео, но на пару кве тулит аем деос. И гулял с Богом и не опарует. Не знаю, как это лучше в прессе не появился. Амбулавит кве тулит аем деос. Кве это потому, что тулит его поднял, вознес к себе, наверное, Бог. Эом. Аккузатив мужского рода. А вот что значит этот глагол? Как его выше перевести? Не показался, не проявился, не был. Синодальный перевод и не стало его. То есть не было его. Это непонятно, кстати. Нет, никак не понятно. Значит, не появился, не было его. То есть он был с Богом, а потом его не стало, потому что Бог его забрал. Не стало на земле, наверное, да. То есть он умер, получается. Виксит. 25-й стих. Виксит. Виксит квокве махусалам кенту мокту гинта септу ману с аргену и тламе. Значит, также махусаил был... Махусаилу было... Сколько? 180 лет, и он породил Ламеха. 26-й стих. Этвиксит махусалам посквам генуэт ламех, септу генту сахту гинта дуусану, септу генуэт филиус и филиус. И махусаил прожил... Ну, после того, как он родил Ламеха... 782 года. И породил, оставил после себя сыновей и дочерей. 27-й стих. Эт фактис сунт омне с диэс муфасалая, нон ген ти секса гинта новом ане от мурту сест. Всех дней омне с диэс... Если читать в годах, опять же, да, у муфасалила было сколько? 782 года. И он умер. Светло. 28-й стих. Виксит аутым ламех кенту мухту гинта дуусаня септу генуэт филиум. Ламех же прожил в общей сложности 182 года. И породил сына. Сына. Вукавиткве, 29-й стих. Вукавиткве номенеус ноя... Диккенс, истэ консулабатэ унос апперибус атлаборибус манум мосарам интера кви малядикси доминус. Назвал его, то есть назвал имя ему одной, говоря при этом Диккенс, это причастие в настоящее время. Вот он, немножко презрительно, хотя это не обязательно презрительно, понимать, истэ, вот он будет нас утешать в будущее время. От чего? Ну, давать нам отдохновение или просто утешать нас, ну, буквально от, наверное, во время трудов и тягот, скажем так. Это гендиадис, конечно, это почти что одно и то же. А, он будет облегчать во время трудов и тягот, так, манум мосарам. А, это генитивы. Они зависят от этого гендиадиса, да? В трудах и трудах рук наших в земле, которую проклял Господь. То есть, Господь проглял землю, ее нужно теперь в поте лица своего обрабатывать, а Ной будет нам эти труды облегчать, труды наших рук. Тридцатый стих. И прожил Ламлях, но после того, как родил Ноя, 595 лет, и родил сыновей и дочери. Тридцатый стих. Тут красивое число очень. И сколько было дней у Ламиха в жизни? 777. Ну и он тоже умер. Это Мортусест. И последний стих, 32. В этой главе 5. Ноя веру, кум квин гентурам эсет анорум, генуэс сэм, эд хам. Это я фэт. Ною же... Когда он был в возрасте 500 лет, у Ноя или Ной родил кого? Сима, Шема, хама и я фэта. Трех сыновей. 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 Продолжение следует...